Я посмотрел на вопросы, какие возникают из прошлых эфиров, и по большому счёту подумал, что, ну, наверное, пришло время немножко ответить, возможно, у людей появятся вопросы, а я попробую их осветить, подключив всё, что можно, чтобы их читать нормально. Здесь у меня всегда проблема в чтении вопросов, но мы с вами сейчас наладимся и попробуем их как-то зачитывать. С телефона, что ли? Так, где тут я? Где тут наши трансляции? Сейчас я найду их, нахожу. Ага, вот, нашёл. Вот здесь у меня будут идти вопросы. Так, спасибо, что Балашов ТОП, поэтому лайкните, не позабудьте, напишите вопросы, поэтому сейчас будем... Хорошо. Вот здесь у меня будут идти вопросы. Да, вот я подключил, всё. Таким образом, будем отвечать на вопросы. Так, чат. Ставьте лайк, добрый вечер из Днепра, добрый вечер. Вот. Ну, пока нет вопросов. Темы у нас, в принципе, я всегда хочу говорить о будущем. Не очень интересно зацикливаться на прошлом. Кто виноват, что делать, по большому счёту. Всегда рекомендации и в крупных финансовых заведениях, а также брокерам, а также людям, которые связаны с финансами. И студентов так учат, и финансисты. Забудьте о прошлом. Прошлое практически не имеет значения, оно может выступать только как финансовый базис. И рассматривать свою жизнь надо с того момента, как вы начали об этом думать. Вот то, что есть на сейчас, без всякого привязки к прошлому. Я часто тут беседую с бизнесменом. Он всё время о прошлом говорит. Ты слушаешь, за что не зацепишься, он о прошлом. Но я заметил, что самое интересное. Он воодушевляется только тогда, когда говорит о ближайшем будущем. О переезде бизнеса, о новом товаре. Но очень на короткое время. Он как бы тут же выпадает из него и опять прячется в прошлом. Потому что прошлое для нас это место, где мы прячемся. Прячемся от мыслей о будущем. Так как мозг наш так устроен, что мы не можем не думать. И мы по-любому о чём-то будем думать. Но когда мы заполняем свой мозг исключительно прошлым, то получается, что там не остаётся места для размышлений о будущем. Поэтому всегда надо гнать от себя рассуждения о прошлом. А самое главное гнать их от общения. То есть когда вы встречаетесь с друзьями, начинаете вспоминать, как было. Или рассказываете женщине, как было. А надо помнить, что вашу судьбу и ваше состояние зависит исключительно от будущего. Ну вот, как вы думаете, таджиков поставили перевинать машину за пять тысяч, а настоящие ушли без проблем. Трудно сказать. По состоянию таджиков, то, что я видел на кадрах, как они трусятся, мне больше было похоже, что у них ломка. И что это таджики, которые могли быть подсажены на наркотики. И использованы в том плане, мы вам дадим дозу, или деньги на дозу, и вы должны поучаствовать в каком-то мероприятии. Я далёк от мысли, что четыре таджика могут, даже если кем-то научились, что им кто-то дал деньги и направил их на террористический акт, на бизнес-центр, чтобы они туда с автоматами пришли. Причём, по виду, эти таджики, они мне больше похожи на наркоманов. Я уже говорил, что поступило сообщение, что один уже умер в этом. То есть, их просто ликвидируют, как ненужный хлам. Часто используют наркоманов именно для того, чтобы потом его безжалостно убить. Он совершает какое-то убийство, террористический акт. Мафия так действует. Мафия сейчас, современная мафия, не нанимает что-то там сложное. Он нанимает какого-нибудь наркомана, который уколет. Кстати, мне шли такие угрозы, когда вот эта травля началась. Они говорят, у тебя дорогие адвокаты, отбиваешься. А вот придёт, писали буквально мне, придёт наркоман за дозой и заколит тебя. Реально, самое дешёвое, это использовать наркоманов за дозу, подсаженных на это. Поэтому то, как их трусило, то, какая ломка они испытывали, то, как звездки с ними обращались, то понятно, что это люди подставные, люди для того, чтобы их показать. Они выполняют функцию отвода глаз и направления. С другой стороны, мы об этом говорили, что направление таджикское, мусульманское, игиловское, там именно вербуют людей среди нищего населения и особо верующих. Вообще, опасность для мира представляют бедные страны. Потому что именно там можно всегда набрать много безграмотных людей, много молодых людей, которые не дорожат жизнью, потому что без знаний, проведших ужасное детство в каких-то суровых условиях. И ясно, что они, вырастая, становятся, могут стать террористами. Вот так же, как и Афганистан в какой-то степени проблематично захватить, потому что там с детства существует афганский памперс. Это трубка, которая позволяет мальчику писать в любой момент. То есть они даже вырастая не могут отложить свои желания на более длительный период. То есть, условно говоря, сходить куда-то в туалет. То есть тут же ходят под себя. И вот этот памперс, статья была в моем детстве, победит ли советские вооруженные силы афганский памперс. Вот этот афганский памперс не победили, как выяснилось. Потому что люди, не дорожа своей жизнью, живут мало племенами, в суровых условиях, где перепад температуры в сутки, может быть, от 30 градусов. Они как раз и выходят, где живут самые бедные. Там, где самые суровые условия проживания. Богатые живут на благодатных землях и защищают их. Так, Третья Святова может разориться на ближайший час, чьи вона уже отрывая в холодней фазе. Да, холодная война, она вот это продолжилась. Потому что Путин решил восстанавливать империю. Но мы уже говорили о том, что по-другому территорию он удерживать и не может. Тут можно сказать, что традиционные удержания таких больших территорий, они идут через разгорание конфликтов вокруг себя. Ну а когда он напал уже на Украину, то в принципе Запад это использует с целью ослабить Россию. По большому счету распада России не очень хочет Запад, но он хочет смены правительства и, возможно, планирование будущего. То есть будущее России все равно будет федерализации. То есть, чтобы эта территория не распалась на мелкие княжества, а ядерное оружие было под одной каком-то крылом. Но там должны наступить вот те законы, начать работать, которые позволяют проводить самоопределение. То есть, по большому счету, от части власти для местного самоопределения центр должен отказаться. И еще раз говорю, что на самом деле вся война идет за ресурсы, за распространение новых ценностей, даже можно так сказать. Потому что по-любому, вот мы обращаем внимание, на что обращает внимание российская пропаганда? На традиционные ценности. На то же самое, кстати, обращает внимание и ЕГИЛ. Традиционные ценности. Мол, Запад плетворный, он разваливается, там голубые, там розовые, там три пола. Короче, они плохие, доллар плохой, все плохое. Но на самом деле, когда поднимаются такие ценности, это всего лишь замыкаются в себе, в развитии. А Запад идет большим разнообразием. И он выигрывает гонку технологических преобразований. Потому что новые технологии создаются на свободном рынке, свободными людьми и с гарантированным защитой прав собственности. То, что не происходит в такой стране, как Россия. По большому счету Россия это затерявшаяся во времени империя. Советский Союз в свое время был затерявшейся империей. Но мы видим, они смогли его довести до состояния развала. Советский Союз Афганскую войну развязал и после этого рухнул. Ну, Россия развязала с ближайшей страной войну. Ну и в принципе тоже попала под сумасшедшие санкции. Как бы там ни говорили, а санкции, видите, приводят к тому, что начинают искать внутренних врагов. Начинают сплачивать внутренний потенциал для закрытия страны. Режим так спасается. На самом деле, мы когда смотрим на путинский режим, вот представьте себе, что это небольшая же группа лиц, выгодополучателей. Так называемый кооператив озера. Но Путин, пользуясь вот этими еще методами Достоевского, сплачивать группу, сбивать их в единый потенциал, то есть они объединены общей воровством и кровью. Вот когда он проводил совещание, принимал решение нападения на Украину, вы помните, он собрал всех. И все единогласно согласились начать войну с Украиной. Потому что он их замазал кровью. В свое время ту же самую методику использовала охранка. Она заставляла подписывать всякие бумаги, чего боялись потом большевики, что вылезет, что они работали вместе с охранкой и стучали на своих друзей. А потом Сталин, те же самые списки расстрельные, он заставлял подписывать всех. То же самое происходило, так называемое, стукачество. И дальше оно в Советском Союзе продолжалось. Вот Путин взял этот кооператив в свое озеро, а также тех, кто ему прислуживает, выгодополучателей, элиту, и связал кровью украинцев. То есть по большому счету Украина оказалась кровавой жертвой вот этой общей клятвы на крови. Ну а дополнительным бонусом мифический контроль над территориями или мифическое поджигание вокруг себя территорий, мол, бойтесь нас все, мы тут можем все взорвать. В таком состоянии советское руководство жило довольно-таки долго. Ну, американцы и европейцы научились это использовать. Можно сказать, что Путин – это террористический атомный реактор, на котором, вулкан, на котором, в принципе, они научились греть воду, зарабатывать, потому что военно-промышленный комплекс поднимают, деньги, новые территории осваивают, новые страны получают себе. Поэтому устои Европы и Америки Путину не удалось подорвать, как бы он там ни старался. Так что Третьей мировой в горячей фазе ее не будет, а граница между Востоком и Западом будет проходить по территории Украины. И это продолжение, да, холодной войны. Идея россиян, она понятна. Мы будем воевать со всем западным. Западничество и война с западничеством, в принципе, это традиционная война империи за влияние. На протяжении тысяч лет это происходит. Какие-то территории, даже Англия это проходила в свое время, в том плане, что у них сильное засилие французского языка было. С Францией они все время воевали, а потом они начали поднимать английский язык. И английский язык стал доминирующим, хотя на нем разговаривали в основном местные жители. А двор разговаривал на французском. И потом началась анти... У них тоже это какая-то антиевропейскость, и поэтому у них английский язык. Духовный наставник учит находиться здесь сейчас, не думая о прошлом и будущем. Ну, духовные наставники, конечно, могут так говорить, но мне кажется, что планирование будущего помогает принимать решения сейчас. На самом деле, не придумав будущее, у вас нет ориентировки, а куда двигаться, в чем расслабляться сейчас. Хорошее выбранное будущее, если у вас каждый поступок к нему приводит, на самом деле дает вам выработку вот того бесконечного дофамина. Почему я говорю? Что вот в этих трудных условиях, даже объединившись в группы, нужно держать в фокусе будущее, действуя, создавая себе небольшие победы над собой. Поэтому не все надо слушать, то, что говорят духовные наставники. Они иногда просто говорят, а нам же надо жить. Так, по вашему мнению, Полтава входит в зону территориальных интересов? Нет, не входит и не может войти Полтава. Опять же, я говорю, возьмите циркулем от Киева, отмотайте 500 километров на карте, откройте, и вы увидите, что все сейчас города фактически приграничные к конфликту, находятся в 500 километров. И поэтому совершенно естественно складывается, что это и будет линия нормальной европейской страны. Потому что Украина на самом деле для Европы тоже весьма велика и с огромными проблемами. И вот это вот отсечение куска большого территории Украины, оно нам очень обидно, Крым нам болит, Донбасс наш, все это понятно, но когда ты смотришь нормальное распределение территорий, то столь большая территория может себе позволить империя. А империи, как мы говорим, устарели. То есть должны были быть новые формы. К сожалению, Украина в свое время не пошла на федерализацию. В этом был выход. Если бы Украина пошла, то она имела бы совершенно другие возможности. Но страх вторжения русского мира, он не дал возможности здраво посмотреть на ситуацию центральным властям. А центральные власти наши, как типичный совок, они боятся от себя отпускать власть. Вот даже местное самоуправление, которое неплохо пошло при Порошенко, оно потом все время натыкается на желание его свернуть. Вот сейчас, например, Зеленский все равно, Зеленский был бы, даже Порошенко был бы, но у них все время желание, так как это совок на самом деле, у нас управление совка, он боится от себя отпустить власть. То есть боится дать полную самостоятельность регионам. Они найдут любую причину. Там может сепаратизм быть, они неправильно тратят деньги, они не туда выделяют деньги, там коррупция процветает. Вопрос не в этом, вопрос вы дайте им вначале, а потом наблюдайте, что будет. Америка давала возможность бандитам создавать города, настоящим разбойникам, убийцам, грабителям, но главное создайте местное самоуправление. У нас, да, оно у нас кошмарное местное самоуправление. Все летят туда, вот я Сумы посмотрел, президент поехал, а я посмотрел, он награды вручает. Ну этим, сумским руководителям. Господи, ты когда смотришь на этих людей, думаешь, зачем они могут управлять? А им вот это в Сумах управлять, целой областью, приграничной. Они все странного вида. Видно, что у них на лбу написано коррупционер. Я пришел у местный совет, что заработает. По большому счету, они нацелены исключительно через красный. Но должно пройти поколение. Да, они будут в таком виде. Один регион будет больше развиваться, другой меньше развиваться. Именно из-за коррупционных связей. Но это дает сумасшедший потенциал всей стране подниматься, потому что, во-первых, ослабляется центр, он не так начинает лезть в бизнес. Люди начинают даже налоги какие-то сами собирать и сами устанавливать. Местный налог больше, меньше для развития территории. Но Украина идет тем же самым совковым запретом на местное самоуправление. В результате мы пришли вот к тому, что пришли, не согласившись. Вот был такой период, это в 15-14 году, когда вот Путин даже предлагал месяц с этим медведчуком, что вот автономию Донбасса. Ну, чего не согласились? Но возникал вопрос, а как с автономией этого, Луганской? Хорошо. А как с автономией Харькова, Днепропетровской области? То есть на самом деле это поднимало бы вопрос, а почему им дали, а нам нет? То есть на самом деле в этот момент можно было, ну, наверное, общество было не готово, правительство было не готово, руководство страны было не готово дать всем. Тогда заговорили, а дайте всем. Вот всем самоопределение. То есть вот какие налоги, то есть у каждого свое загадание. Фактически каждая область превратилась бы в такую маленькую страну в составе Украины. Вот это было бы настоящая федерализация. Но, судя по всему, наше общество не сильно готово, а самое главное власти не сильно готовы. Они не чувствуют силы на удержание всей территории. То есть если американский центр, он чувствует все силы, очень сильное правительство американское и нацелено, кстати, на внешнее взаимодействие больше, а внутри все решают местные лидеры. Так, Украина расквитна с гениальной системой 5-10. Да, но вероятности мало, что примут. У меня всегда надежда. Надеждин умирает последний. Он в России умер первый. Надежда на 5-10 это как светлейшая мечта всей моей жизни. Сколько я ее не проповедовал, сколько рассказывал. Но я понимаю, что я не могу зажечь население в том состоянии, в котором оно было. потому что население больше сейчас нацелено на ту идею, которую она видит впереди. Это вступление в Европу. А вступление в Европу, которое объединяет огромное количество людей, в том числе и руководство, в том плане, что и мы зависимы от Европы, сейчас еще во время войны еще больше, а Европа будет требовать своих понятий. То есть она для них Украина это страна, которая вступит к ним, они будут вынуждены ей оказывать помощь, субсидии и, соответственно, помогать ей восстановить экономику. И они все равно видят и налоги, и НДС, и все вот это нищаки Европы, которые, к сожалению, нас превратят в аграрную страну без особой промышленности, с очень развитым, возможно, центром Киевом. Поэтому вот на это нацеливается Европа, и она не будет форсировать такие события, как резко дать развиться территории с помощью низкого налогообложения. Конечно, если бы у нас была партия, которая не маргинальная партия 5-10, как у меня либертарианская, где, да, что у них там есть, ничего нет. А заряженная элита за то, чтобы это сделать, верующая или заряженный президент, который будет это делать, то в принципе можно было бы отбить Украине на 40 лет особые условия финансового рая. Я думаю, что это вполне возможно, но только в одном случае, если элита, которая влияет на политические процессы, это финансы прежде всего, не выделят на это огромные деньги, Европа на это деньги не даст, Америка не даст, а вот местная элита на это деньги могла бы, на развитие этой идеи могла бы дать. Партия есть, а что толку, если нужны сотни миллионов долларов, на внедрение этой идеи, на европейскость деньги Европой выделяются, огромные, и мы видим, в результате этого очень много людей бегает по Украине антикоррупционеров, борцов за европейскую ценность, короче, приживало к государству. На самом деле, их еще и финансируют финансовые спекулянты европейские, а такие партии, как 5-10, они идут в разрез, слишком высокий личный интерес граждан Украины сидит в финансовом рае и системе 5-10, а интереса европейцев, ну, мне кажется, никакого нет. Но добиться бы можно было, вот война нам дает такой шанс мифический, но только в том случае, если Майдан, наверное, будет стоять с лозунгами 5-10, хотим 5-10 и все. Все остальное мы даже не хотим слушать. Так, отношения яхты, море, суша, новые отношения, поговорите, аквамир, не знаю, аквамир, я думаю, что проблемы с эксплуатацией Днепра у нас и так речной флот не сильно, а если на части Днепра будут стоять, я думаю, что так и будут стоять российские война, а Днепр будет на определенной части как разграничительная линия, то вообще эксплуатация Днепра, она в принципе, я не вижу в ней перспективы. Так, ну вот, Гена как успехи, вопрос хороший, спросить меня как успехи, как дела, американцы всегда так спрашивают, но вот обращение Гена, мне кажется, не стоит все-таки Геннадий, или Геннадий Викторович. Как успехи? Никак, ужасно успехи. Имущество арестовано, я сижу в Америке, мечтаю вернуться в страну, война идет, я вещаю тут, и состояние, как у всего народа, просто катастрофическое, когда я вижу, что происходит и куда это идет, но пытаемся анализировать ситуацию и верим в перспективы. Единственное, что у нас осталось, это думать о будущем, перспективам, и ждать. Я говорю сейчас, всем надо ждать, тише едешь, дальше будешь, прятаться от государства, я там наткнулся на какое-то видео, где в Испании учат, чтобы бык не убил, то есть люди стоят и не шевелятся, а когда вы не шевелитесь, вас не видно, бык вас не видит. Кстати, собаки тоже, если вы стоите и не двигаетесь, то собака перестает вас видеть, вы неподвижный обид. Как только вы начали бежать, двигаться, вас начинает зверь видеть. У них так нервная система устроена. У государства точно так устроена нервная система. Если вы не двигаетесь, оно вас не видит. А если вы начинаете бежать от него, вот как там, переплывать тису, или там совершать какие-то передвижения, оно начинает вас видеть и ловить. Вот не пошел бы там человек на работу в этот день, его бы не видела ТЦК. Пошел на работу, его поймала ТЦК, отправила на фронт, в учебку, вручила повестку. Поэтому сейчас, мне кажется, надо осторожно двигаться в безопасных местах. Больше сейчас ведь все-таки интернет работает. Сейчас, мне кажется, людям надо больше все-таки, как бы это трудно не было, мне тяжело разобраться со всеми этими интернетами. но именно в нем спасение. Вы визуально не двигаетесь. Вы сидите и творите свой мир, создаете свой мир, осваиваете свой мир в интернете. А если вы хоть копейку заработаете в интернете, хоть как-то продадите свои видео, хоть с чем-то, вы будете настолько счастливы. Это та цель, и причем цель, YouTube, например, он не платит меньше 100 долларов. Мне кажется, это цель. Вот если вы поставите себе цель, я вот что-то сейчас создам, что-то запишу, что-то наговорю, хоть карты торов, хоть колдовство, хоть рассказы, как кран прикручивать, хоть как ремонт, неважно. Важно, во-первых, регулярность каждый день, во-вторых, ну, побольше этих там рельсов всего осваивать. И вот первая цель у людей, которые никогда этим не занимались, это выйти на 100 долларов. То есть получить хоть что-то. Ну, ясно, что надо будет открыть там в счет, туда это загрузить. Вот это в любом возрасте, мне кажется, важно и интересно. СБУ в 90-е, Сергей Ка, СБУ в 90-х нанимали маргиналов для спецзаказов. Сейчас могут повторить или уже повторять. Что значит? Они их и не отпускали. Это все те же самые люди, которые работали в 90-е на СБУ и появились молодые. Ну, там можно, братство, там очень сотрудничали с СБУ, со всякими спецслужбами. Очень много попов-гапонов было в Украине, работающих со спецслужбами. Они давно уже их эксплуатируют, как и религиозные организации. Любые скопления людей СБУ старается внедрить туда агентов. Есть специальные агенты, которые работают с этими партиями. В партии они приходят и вербуют, если видят, что можно кого-то вербануть. А потом они начали уже в том числе вербуют среди наркодилеров, внедряют к наркоманам, на наркопотоки, на притоны, на карточные дела. Сейчас есть агенты СБУ, которые работают с волонтерами, волонтерами являются. Неважно, где они. Я уже предполагал, что есть, наверное, какая-то школа, по которой болтунов, например, здорово нанимают. Люди, способные говорить, это, в общем-то, талантливые люди. Их могут привлекать в СБУ для того, чтобы в Ютубах вести передачи и влиять таким образом. Через них можно на нарративы распространять. Очень много ютуберов распространяют нарративы. И особо талантливые их вы не так просто вычислите. Вот мы начали вычислять их хороших русских по очень простому отношению. Что происходило в этом крокусе? И они как... И когда я увидел, что они все одинаково говорят, даже очень хорошие русские, даже те, которых нравилось, и ты понимаешь, вот эта работа, очень серьезная, многослойная работа кремлевской пропагандистской машины ФБР, или как они, ФСБ, которые создали несколько башен Кремля, в какой-то степени соревнуются, они работают и за рубежом, и внутри, и везде, формируя своих агентов. Я когда-то ездил даже в лагерь, там, читать лекцию. Они лагеря организовывают для молодых людей, чтобы сепарировать для себя людей, способных организовать вокруг себя группы. И эти группы должны быть способны, через какое-то время некоторые способны на убийство. Вот я же говорю, что вот такую группу, как расстреливала своих граждан в Крокусе, это еще поискать. Это же надо не просто подготовить, им надо настолько промыть мозги, чтобы они были способны, граждан России, невиновным, условно говоря, своих соплеменников тупо расстреливать или сжигать. Напомню, что там 140 человек погибло от автоматов, а 100 человек, говорят, пропало без вести, не могут найти, потому что они же спалили весь Крокус этот. Так, Геннадий, Наталья Гребенюк, Геннадий, ну вы же умный человек, ну какое у людей будущее? В золотой миллиард мы явно не попадем, и мы приговорены, Наталья, ситуация такая, в золотом миллиарде все равно находится часть элиты Украины, поэтому не попадем, кто-то попадет. Да, их не будет столько, сколько американских, условно, миллионеров, но какая-то часть будет жить совершенно сейчас, даже во время войны, используя войну, кто-то лимонится, как говорят, кто-то использует потоки, кто-то устраивается в государство, ведь проблема нашего государства не в том, что здесь, здесь есть деньги, во время войны даже больше денег, чем до войны было на территории Украины, вопрос в том, что перераспределяются они государством через государственные органы, через армию, то есть они раздаются, условно говоря, отдаются солдатам, солдаты все равно тратят в бизнесе, мы понимаем, что идут на государственные заказы, на содержание правительства, в этот момент все равно получается какой-то золотой миллиард, кстати, надо уже считать, что в мире не миллиард, а два миллиарда где-то золотого находится, люди с высоким достатком и высокой собственностью, у нас есть люди в Украине с высоким достатком и с высокой собственностью, какие бы трудности ни были, они еще появились, и еще появятся, не так легко сейчас имущество забрать, если оно правильно оформленное и частное, даже можете арестовывать, но забрать его весьма проблематично, так что он будет, другое дело, где зарабатываются деньги, и меня всегда бесило, что у нас зарабатываются они в государстве, у нас зарабатывают прокуроры, судьи, чиновники, руководство страны, правительство и обслуживающий персонал, так называемый, который строит схемы вместе с ними, то есть в свое время дал такую кличку обидную, гусекрады, которые вместе, это казнокрады, а рядом с ними гусекрады, и они выстраивают целые схемы, в Киеве целая плеяда бизнесов существует, ложных, по отмывке НДС, и всего, они лимонятся, они работают, но источником заработка является обороны государства, и ясно, что человек, который сидит в налоговой, зарабатывает лимоны, вывозит денег, вот сейчас же по СБУшникам это видно, чем они занимаются, охраной государства, нет, они вывозом денег занимаются, перевозкой денег, они используют ситуацию, когда военкомы зарабатывают, на чем, на продаже людей, справки продают, путь, шлях, продают, то есть, нет производительного капитала, а когда задаешь вопрос, а что мы производим? Ничего, просто ничего, то есть, вообще ничего, это совок, совок, который тратят на войну, который тратят на прожирание государства, а он не дает открыться потенциалу, вот откуда идея финансового района, чтобы государственники, на государстве, уже не могли заработать, поэтому, когда меня спрашивают, а 5% хватит, с покупок, бюджету, государству хватит на содержание, государственному аппарату, ну, чтобы координировать, и мы друг друга не поубивали, а остальное должно быть у людей, люди между собой будут договариваться, торговаться на свободном рынке, со свободным вложением капитала, и да, одни будут сильно обогатеть, но тогда будет обогащение массовое, а не только государственников, сейчас они довольны тех, кто не в государстве, не при государстве, не устроился, вот все недовольны, а те при государстве, аплодируют Зеленскому, и со слезами на глазах, как мы любим нашего зеленого вождя, так, скажите, что именно Трамп сделал плохого для США, за время президента, и что плохого он сделал для Украины, и почему Байден не дал полный коротблан, для Украины, а виноват Трамп, хороший вопрос, я когда говорю о том, что Байден победит в этих выборах, я исхожу из посылов, а не из моей симпатии Байдена, я тоже считаю, что странно, что два очень пожилых человека претендует на президентство, и Трамп, и Байден, я исхожу из того, что объективная реальность, что, наверное, политический класс, политический класс, или глубинное государство Америки, не позволит Трампу рисковать Соединенными Штатами Америки, они считают его взрывным и подрывным, популистом, один раз они его пропустили, что плохого он сделал, я не думаю, что он мог что-то плохое сделать, или хорошее, где-то хорошо, где-то плохо, не играет роли, Америка как развивалась, так и разорвалась, как и Байден, не все они здесь внутри Америки могут, а что касается Украины, меня лично бесит на сегодняшний день, что реально Трамп, претендуя на президентство, имея высокий рейтинг, влияет на свою республиканскую партию и на сенаторов, и запрещает им голосовать помощь Украине, как я должен к этому относиться, как вы к этому относитесь, мне не надо там, что было до, ленд-лиз, дал тот или нет, не надо в прошлое, вот сейчас в Сенате находится законопроект, который может быть разморожен республиканским руководителем, который находится в поле влияния Джонсона, в поле влияния Трампа. Трамп истерично кричит, помощь не подписывать, потому что это избирательная компания Байдена. Я согласен, да, это избирательная компания Байдена, если Байден добьется этих 60 миллиардов, у него будет бюджет избирательной кассы больше, чем у Трампа, и он выиграет выборы, но он добьется этого, он исполнительный власть, он президент действующий, и во время войны американское общество президентом не меняет. Вот из этого я скажу, а не из симпатий, из обычного анализа. Я не могу сказать, что мне ближе, может быть, даже и Трамп, в силу того, что он бизнесмен, хотя он же бизнесмен из золотых помидоров, он уже, можно сказать, родился с золотой ложкой во рту и стартовал он с миллиона. А в этом плане он шоумен, у нас шоумен у власти, и у них шоумен у власти был. Это не всем понравилось, когда он был, потому что становится очень нервная система мировой безопасности. Европейцам не очень понравилось с Трампом общаться. И результаты, я вам скажу, какие результаты вот в Европе. Посмотрите, Трамп угрожал европейцам, а при Байдене так развернулась политика, давление на Россию, и вот этот конфликт сам в Украине настолько благотворно повлиял на НАТО, на его формирование, на перестройку, на выделение денег, присоединение двух стран. То есть, если говорить по итогу международной безопасности, Байден, по большому счету, не дестабилизирует ситуацию, а стабилизирует ее. Страны начинают себя вести по-другому. Поэтому вопрос не в симпатиях, не в антипатиях. Я объективно предполагаю, что, предполагаю, высокая доля вероятности, что выборы все-таки выиграет Байден. И, кстати, в американской политике не важно, что он старый. Мы вспоминаем Рейгана, это самый лучший период Америки, где именем Рейгана правили молодое окружение, при том, что у него была деменция. И он не соображал, где он находится. Но рейгономику все помнят как самая благодатная. Поэтому у него есть окружение, у которого есть свои взгляды. Там представлены несколько поколений, наверное, появятся какие-то новые. Салливан, это поколение, по-моему, до 50, Блинкен, это поколение перед 60. Мы видим, все три поколения представлены в исполнительной власти Америки, которые влияют на мир. И мы зависимы пока от Америки, поэтому я бы поостерегся на месте там украинских политиков обвинять, Кулеба там любит, Подоляка, обвинять Байдена, что мало дали патриотов. Дали и радуйтесь. Дали столько, сколько на данный момент могли. Более того, дали столько, сколько им выгодно. Более того, именем Украины и войны в Украине Трамп выжимает деньги, я с этим согласен, на свою избирательную кампанию. Но, да, это его интерес. А вы думаете, что мир без интереса? А какой интерес Украины? Какой интерес Зеленского? Ну, давайте. Ну, это положа руку на сердцу. Какой интерес у президента Украины на сегодняшний день? Патриоты? Ага. Ваша жизнь? Ага. Деньги? И безопасный уход, безопасную гавань Лондона. Какой интерес у Ермака? Вы? Да тут дудки вам. И вот, собственно, есть интерес нажиться на этом деле, получить больше денег, больше помощи, спастись. А Украина? Да загнать ее к чертову. Бизнесмены? Да горите вы огнем. Люди, людишки, да вас вообще под огонь. Мы же привычно совок воюют людьми, убивая их, не понимая даже то, что они свое будущее губят. Никто нормально не ушел. Так, всех, так, Вера Трегуба, всех найдут и замочат это дело. Кого найдут? Не думайте вообще о замачивании кого-то. О спасении думайте. Всех найдут и спасут. Вот мне нравится больше такой посыл. Олег, когда он был Игорем, это плохо отражалось на его карьере, а как только стал Гарри, все пошло вверх. Это его слова в одном из видео о Небесном Иерусалиме. Может быть. На Таразе хватит Союза всирать. А при чем здесь Союз? Мы Союз вспоминаем с теплотой своего детства. Я из Советского Союза. Мне нравилось лазить по свалкам в детстве. Мне нравилась свобода. Мне нравились сады, в которые мы лазили там. Ну, пустой холодильник мне не нравился. Мы голодали по большому счету. Я не знаю, где вы жили в СССР. Я жил в СССР, в Днепре, в Днепропетровске, тогдашнем, на окраине. Было не очень хорошее время. Мы из Совка все. Я в Совок, как и вы. Пытаюсь из головы его выковырить. Больно. Юрий, стоило в СССР ради такого гиблого будущего выходить из Союза вопреки референдума. Стоило. А зачем оставаться в империи, которая тонет? По большому счету, Россия продолжает тонуть. Конечно, у нее всплеск газовых денег, нефтяных денег был. Но если мы посмотрим демографически на численность населения, численность населения становится меньше. Ну и зачем такое? И в Украине меньше становится. В этом периоде особенно. Но и до войны меньше становится. И в Белоруссии меньше становится. Но это проблема того, что мы-то вышли из Совка. Совок из нас не вышел. И Совковое руководство приводит к тому, что мы не привлекаем деньги на свою территорию, а отдаем их. Мы не затаскиваем финансы сюда, в том числе и элиты. А мы элиту выгоняем вместе с деньгами. Где сейчас основные держатели денег находятся? В Монако. В Европе. Наши украинцы прекрасно размещают там капитал. Покупают дома, дворцы, дачи, острова. А что они в Украине? А в Украине людишки. Заводики, которые... Ну, 95-й квартал. Где деньги? 95-й квартал, заработанные внутри страны. Наши украинцы. А что они в Украине? Ну, невыгодно. Заберут. Так, Наделенского подали в суд с Божьей помощью. Не знаю, кто подал в суд. А Евгений Струновгенов, война ведется на деньги из-за денег и ради денег. Абсолютно согласен. Более того, усложняется ситуация. Сейчас даже война идет за людей. Даже не за территорией. А нужны люди. Странам, оказалось, нужны люди. Плотность населения. И те страны, которые выполняют задачу увеличения плотности населения, а плотность населения растет там, куда люди стремятся приехать. Ну, то есть, купить себе недвижимость, привезти деньги со своей страны. И, конечно же, здесь выигрывают прежде всего те места, где и разместился тот самый золотой миллиард. Это центральная часть Европы. Тоже она имеет свои окраины. Болгария, Польша, ну, сильно отличаются от оси Лондон, Рим, Мюнхен по достатку. И то же самое в Америке происходит. Америка принимает огромное количество иммигрантов, как бы они не усложняли иммиграционную политику. Америка живет за счет иммигрантов, потому что каждый, приехавший с другой страны, он приезжает с деньгами. китаец, мечтающий, заработавший миллион, мечтает переехать в Гонконг. Заработав 10 миллионов, мечтает переехать в Соединенные Штаты Америки. А бедные остаются, не могут позволить себе выезжать. Поэтому сейчас удобство жизни, вот Киев удобный город, Украина очень удобная страна для жизни, территориально хорошо расположена, но мы абсолютно не использовали этот потенциал в плане привлечения людей и капиталов. Мы же все время делаем так, чтобы от нас люди и капиталы бежали. Так, НАТО Розы, Геннадий, вы смотрели видео Новый Резусалив на Украине, Игорь Беркут. Вот Игорь Беркут, это интересный чувак, меньше слушать эту хрень, потому что вот это СБУ, это я вам сразу говорю, это человек, который прекрасно, он хорошо выглядит, он прекрасно подвешенный язык, но слушать его я вам не советую. Он ведет какую-то свою линию, он ее вел в Украине, он играл такого нашего как этого, генерала Лебедя, но вот это как раз один из агентов вот той самой СБУ, работал активно с Деркачем, внушая людям ценности советской эпохи в какой-то степени. Поэтому осторожнее таким, прислушайтесь, присмотрите, он очень весомо говорит, он очень уверенно говорит, но он у меня когда-то в радиопередачу попал, зачем-то пришел, он явился кстати с двумя охранниками, чего меня удивило, общался он в основном с Рабиновичем и с Деркачем, а мы знаем, что это еще так, когорта КГБшников, и он пришел на мою передачу, на этой передаче от нескольких вопросов, когда чуть в сторону, без его вещания, он посыпался, посыпался в самой передаче, и он даже, ум детский, он даже этого не понял, и когда он ушел, он пришел жаловаться Рабиновичу, а мне тогда мой знакомый Касман, работавший помощником Рабиновича, говорит, а Рабинович говорит, а зачем ты поперся к Балшову, так что с этим, я думал, что он мне этот небесный Иерусалим, это он сейчас переквалифицировался в небесный Иерусалим, какая-то у них цель есть какая-то, значит, они там работают, такие люди вот сейчас в Ютубе очень важны, мне кажется, Арестович в этой когорте работает, особенно последнее его послание людям, я вообще запутался, кто он, кто ты воет, то есть, мне кажется, он вычитывает где-то короткие важные вещи психологические или там воззрение и присваивает их себе и очень важно булькающим голосом вещает, люди на это подсаживаются, но там нет целостности, там нет ни идеи, ничего, там просто есть набор информационных фактов, вот сегодня на сегодня, позиция колобка, я сегодня вас обману, а что будет завтра, это не важно, но по большому счету, вы видите, куда закатился арестович, но сейчас же и социальные сети, они позволяют таким людям зарабатывать сумасшедшие деньги, но когда огромное количество людей, не способных отделить одно от другого, в силу недостатка понимания, образованности, они подсаживаются на шарлатанов всяких, и шарлатаны получают из ютуба колоссальные деньги, короче, если у вас язык подвешен, вступайте, включайте видео и брите, потому что если вы будете говорить правду, у вас будет мало подписчиков, как у меня, а если вы будете подстраиваться под мозги, ну типа, люди хотели закончить войну, три недели вам, люди хотели верить, чтобы снаряды закончились, заканчиваются ракеты, значит, вам будут говорить, а потом еще что-то, там анализа нет, там просто по текущему моменту чего-то вам предлагается переварить, поэтому осторожнее с небесным руслымом, если там беркут, так, да, деньги, все за деньги делается, Геннадий, вы смотрели видео, вот это же оно, если бы вы были президентом Украины, начали бы сейчас переговоры с Путиным, боюсь даже об этом подумать, с кем бы я начал переговоры, я бы начал переговоры со всеми лично, и с Бабиным, и с Путиным, и с любым лидером европейского государства, и с Лукашенко, и со всем, лично звонил бы, лично бы искал, в переговоры бы вступал, другого выхода я не вижу, потому что мне кажется, и война-то в какой-то степени из-за обидок, и снять надо личные обиды, а это только переговорами и в какой-то степени унижения, ничего страшного в признании личных слабостей, вы знаете, я в свое время баллотировался в Днепропетровске в мэры, почти выиграл, но проиграл, вот, Лазаренко сильно вмешался, устроил недельное голосование, я проиграл выборы своему конкуренцию, Николаю Швецу, тогда он стал выбором, они блокировали все избирательные участки, и у них силы были большие, а я одним предприятием не мог охватить город, и что я сделал, мне утром было очень больно, но я взял цветы и поехал к Швецу, поздравил его с победой, это, кстати, мне очень помогло в будущем, по большому счету, я не говорю, что надо брать цветы, ехать к Путину, но к тому, что президент должен, это уровень президентский, вести переговоры, а не заявлять и тему или иной законодательному, а я не буду разговаривать, это твоя обязанность, а кто, я могу разговаривать, я не могу разговаривать, кто, Ермак может разговаривать, не может, уровня не хватает, у тебя уровень, так разговаривать, тебя же выбрали, главнокомандующий, ну так иди, все, что ты спрятался за закон, что тебе нельзя разговаривать, конечно, это будет непопулярный, среди народа. Конечно, потеря территории еще хорошего тебе не присутствует. Конечно, мирное соглашение приведет к выборам. Конечно, ты пострадаешь политически, ты уже пострадал. Но если ты будешь думать не таким образом, а с точки зрения спасения людей, то у тебя миссия спасти как можно больше украинцев. Потому что если Путин нас не додушит, то я боюсь, что нас додушит наше собственное государство. Потому что единственный способ сейчас усидеть тому же Зеленскому и Ермакулу с его менеджерами, это устроить террор. Настоящий террор по отношению к каждому. Неугодных посадить, запретить их Ютубы, объявить максимальное количество ухылянтовым. Они не вернутся. Если вы объявляете молодого человека 30-летним ухылянтом и будете его преследовать в розыске подавать, он не вернется. А у вас не будет людей. У вас не будет людей, и у вас женщины выйдут. У вас еще меньше людей стоит. Они не родят детей или родят их в Европе. И оно одно за одно только потому, что ну он решил не вести переговоры. Сейчас везде надо менять позицию на противоположную совку. Это единственное. Ну и что, что вас ведут? Ну Горбачева снесли, ну и что? Дожил до 95 лет или сколько. Уважаемым человеком в мире. Да, в Советском Союзе его не любили, потому что многие работу потеряли. И им кажется, что он Советский Союз развалил. Нет. Он дал свободу. А что вы с ней сделали? Ну, россияне к рабству пришли. Украинцы к совку пришли. Мы просто сами не свободны. Но надо время. А Горбачев открыл шлюз для свободы. И эта свобода многих смела. И поменяла государство. И возможно наше сейчас вступление в Евросоюз без виз. Благодарить надо Горбачева. Который открыл этот шлюз. Даже не понимая, что это произойдет. Пусть даже сейчас не понимает Зеленский, что произойдет при помощи свободы. Или Ермак. Мне кажется, они должны это делать. Чтобы входить в историю человечества. Потому что если Горбачев войдет в историю человечества как величайший реформатор. И через сто лет будут его вспоминать как величайшего реформатора. Который де-факто разрешил свободу. То Путин уже вошел в историю как кровавый карлик. И окурок. Который уничтожает россиян. Убивает своих граждан. Кровавый жрец. Вот он как войдет в историю. И у него нет уже возможности выкрутиться с этого. Он все равно уйдет. И весь этот клан уйдет. То есть будущее все равно отложенная реформа. Забитая. И может выскочить черт. Вот как произошло с Романовыми. Которые додержали власть. И не ограничивали свою власть. Достаточно долго. А пришло время. Черт вмешался. А черт. Это вот такой Ленин появится. Какая террористическая группа. Сталины. Они сделают просто кровавый переворот. И установят какой-нибудь военный коммунизм. И придется переживать еще и это Россия. И распад. Который не хотят западные страны. На Тарасе. Геннадий, почему все наследие СССР разворовано? А было ли оно? А что значит разворовано? Советский Союз производил огромное количество вооружений. На это работало огромное количество государственного заказа шло. А когда войны нет. Это все уже не прибыль, а убытки его охранять надо. А СССР по большому счету не мог даже штаны пошить. Купальники. Государственная торговля была завалена ненужным товаром. И на всем был дефицит. Что можно было разворовать на Советском Союзе? Если ни черта не работало. А когда пришли кооператоры. Да, каждый своим занимался и все что смог хватало. Это объявили воровством. В какой-то степени да. Когда при Советском Союзе было 96% собственности у государства. А оно начало разгосударствоваться. Самые способные и резкие и быстрые. Они прикарманили разными путями. Кто был при государстве больше. Кто был рядом меньше. Активные больше. Пассивные ничего. Но был ли производителен Советский Союз? Дал ли он возможности какие-то людям? Нет. Потому что сама. Когда страна убивает возможность производить нужную продукцию. Нужную рынку продукции. А не ту которую хочет государство. Вот сейчас Россия поднялась в ВВП. За счет чего? За счет выпуска военной продукции. Заводы военной промышленности работают в 3 смены. Теперь вы мне скажите. Эти снаряды которые они на выпускают заведут. Вот остановится конфликт. Снарядов не надо. Они остановят производство. Как и Советский Союз. Как только закончилась холодная война противостояния. Они не выдержали. Они вынуждены были останавливать заводы. А почему кооперативы появились? Что заводы ничего не делают. Они начали перестраиваться на выпуск какой-то продукции для рынка. Они начали гражданскую продукцию. Военные комбинаты производить. Они не могут. Как говорили. Шутили тогда. Они говорят трактор делают. А у них луноход появляется. Они пытаются трамвай делать. А у них ракета вылазит. Вот ЮМЗ пытался мебель выпускать. Например. Днепропетровский. Они могли. Вы уже этот монстр который сжирал кучу денег. Находится на огромной территории и до сих пор. Оно еще государственное. Находится на огромной территории. Фактически обездвиживаю. Мертвый завод. Но государственники приходят. Ракетная программа надо вот это. Надо украть деньги. Сейчас ракетная программа. Дроновая программа. Украдут деньги. Если этим будет заниматься государство, украдут деньги. Если это будут заниматься частные компании. Будет и продукция. Так, а что у людей спросить? Наркет взрывает заезд, тем более же Путин и не старался, даже не думал о стране, но ему не удалось обидно, у людей спросить надо. Олег, проект мировой революции воплощается именно в нашем революции. Никакой мировой революции я не наблюдаю. Есть технологическая революция, есть выпорхнувшая в мир информационная революция. Почему сейчас я называю информационные войны? Вот теракт Крокуси, это же не просто убийство 200 человек. Это все средства массовой информации, мира, все новостные каналы были заполнены этим терактом, потому что он производит ужасное впечатление. Это информационная война. ИГИЛ. И ИГИЛ это или спецслужбы ФСБ, или это под чужим флагом, кто-то одно говорит, кто другое. Я считаю, что это ФСБшники привели таджиков на убой и совершили это. Но это информационное. И у него, у информационной войны есть задача впечатлить население. Это задача развязать войну против соседнего государства, обратить на себя внимание. То есть там куча побочных задач, которые решают подобные теракты. А мировой революции никакой нет. Есть информационный бум. Я, наверное, уже говорил как-то в одной из передач, но что-то пропустил. Когда появилась напечатанная Библия и печатный станок, перестали переписывать Библию, и точно текст был запечатлен в Библии короля Якова. Она была напечатана. Это привело, вырвалась эта информация, люди начали становиться грамотнее, начали читать ее. Это привело к падению де-факто большинства государств империи Европы. Перераспределение имущества церковников. Потому что люди начали сами читать Библию, сами ее понимать, и исчезла потребность толкования. А потом печать уже пришла к тому, что туда начали печатать тексты, которые научные. Они распространялись с невероятной скоростью. Это приводило к дестабилизации Европы. Можно было сказать, ну вот видите, вот к чему информация приходит. Но без этого никак. Мы просто еще не научились работать с информацией. Мы не научились контролировать собственные эмоции. Мы ведемся на шарлатанов. Первыми шарлатаны, преступники берут новые технологии. Потому что они, как правило, дешевые. То есть что такое появление... Вот я с вами разговариваю. Я же не плачу за студию. Включил тут планшет и вещаю. Вещаю, можно сказать, на весь мир. Вопрос, есть ко мне интерес или нет. Какой-то публике есть, слушают. А кто-то вещает на большую публику. И таких людей, которые вещают, стало в миллион раз больше. В миллионы. То есть раньше нужно было пойти с телевизором договориться, чтобы тебя туда пустили программу. Одобрили продукт. Государство это страшно контролирует, как сегодняшний марафон. И вот где сейчас марафон, а где сейчас телеграм-каналы. То есть телеграм-каналы подавили, де-факто, марафон. Шмарафон. Потому что государство должно понять, что контроль информации тебе уже не принадлежит. Надо работать по-другому. Но специалистов у него нет. У них есть паналяк, которым контролируют. Ну да контролируйтесь, что вообще не нас они влияют. Путин вообще устарел. Он папочки читает, он телефон не открыл. Он боится телефона. Вообще Россия управляет чувак, который боится мобильного телефона. Так, Гена, ты не ври. Войну начала НАТО совместно с Украиной. Ну да. Юрий. Я уже обращался, Геннадию надо обращаться, даже если вы полную чушь пишете. Конечно, да. На территорию Украины пришло НАТО и Украина. Конечно. Это же бред этот комментировать невозможно. А Василий Боровко. А почему Балашов сбежал и не борется за Украину трусы? Ну не совсем трус, я в Украину возвращался. Но когда я начал там советовать Зеленскому, опять начались гонения, суды и все такое. Я просто на это время, я считаю, что если бы я там остался, меня просто прибили бы уже давно. Или бы я сидел в тюрьме. Поэтому сейчас я в паузе. Ну такое государство. Всем уголовных дел не шутка. Поэтому не сильно мы боимся. Но вовремя отойти на заранее заготовленные позиции, ведь иногда очень полезно. Поэтому всегда надо иметь запасной пункт. Черт его знает, как оно все сложится. Но для меня, например, Зеленский оказался открытием в плане того, что он позволил себе такие политические преследования, которые не позволяли до него ни один президент. То есть де-факто он оказался очень жестоким, завистливым, желчным президентом, от которого мы еще напляшемся. Знаете, мне всегда было страшно, знаете, что фильмы ужасов, в которых клоун убивает детей. То есть вот приходят, дети радуются, клоун пришел, а он убийца. Так, будущее у всех одно. Будущее у всех разное. Потому что даты разные. Покидание этого мира. Нельзя расхолаживаться в мире, потому что на самом деле только в старости вы можете ощутить, правильно вы действовали, неправильно. Я понимаю, что многим сейчас обидно людям, потерявшим имущество во время войны, вынуждено переехать в пожилом возрасте, сесть на какой-нибудь социал где-то за рубежом, в ужасе сталкиваясь с абсолютным отсутствием денег. И молодым людям, я говорю, деньги главное. Накапливайте, накапливайте. Мало ли, что будет через энное количество лет. А другие расхолаживают. Не, живи одним днем, черта с два дня, живи в будущем. Накопи деньги на старость. У любого пожилого человека с пенсией в 72 долларов спроси, что главное. Он тебе скажет, накопи вторую пенсию коммерческую. Олег, Геннадий, я в Польше, как вы считаете, текать из Польши? А зачем из Польши текать? В Польше все в порядке. Ближе к Украине будьте, закончится эта война. Не надо думать, что она вечная. Все войны заканчиваются. Украина прекрасное будущее, даже в сокращенном варианте. Но гангрены это и не будет. Иногда ампутация даже полезна. Человек с ампутированным пальцем не может жить долго. Поэтому не надо текать из Польши. Живите там, где вам выгодно на сегодняшний день. Сегодня на сегодня. И планируйте будущее. А это же глупо вообще из Польши текать. На Польшу он не пойдет. У Польши основной союзник на сегодняшний день военный Соединенных Штатов Америки. Там огромное количество самолетов, ракет, установок Патриот. У них эти... Хаммерсов дохренища. Жалко, что они нам их не дают. Каковы ваши личные взгляды на мистер Волкин? На возможность успешного внедрения либертарианских плицов в Украину? Учитывая текущее обстоятельство сопротивления со стороны определенных сегментов общества. Абсолютное сопротивление. Я не сильно... Вероятность либертарианства прихода в скором времени либертарианства в Украине невысокая. Но вопрос в том, что начинать надо когда-нибудь и надеяться на то, что это подхватит население. Особенно население, которое перестанет верить государству. Я приводил пример Милея, что он в Аргентине убедил людей, что субсидии для населения, которые раздает государство, населению невыгодны. И когда он в этом убедил, люди обратили внимание на альтернативный путь. Чтобы не государство раздавало, а люди сами зарабатывали. У нас ведь люди тоже верят в государство. Должно прийти много времени, возможно сменится поколение. А возможно сейчас прижмет так, что само правители или политические деятели скажут, а нет другого пути, чтобы люди быстро восстановили страну и разбогатели, кроме финансового рая. Я ведь специально разрабатывал так программу, финансовый рай употребляю, такие слова, библейские скорее. Что вот эта вот невероятная мечта о царстве небесном, она как раз может вселиться в людей, которые отчаялись. Так, Иван Петрович, надо Рашку на 500 километров отодвинуть. К сожалению, Иван Петрович, наверное нам это не удастся. У нас проблема в том, что Рашка отодвигает линии достаточно сильно вглубь Украины. А надо, не надо, вопрос возможностей. Конечно, если бы Украина была такая возможность, отодвинули бы. Но, кстати, тогда бы неизвестно, одна из причин, почему, наверное, нам не дают. Потому что, а что будет, иногда так задумываясь, а что было бы, если бы Украина разгромила Россию, взошла на Донбасс, в Крым, а что было бы. И когда ты так начинаешь думать, что думаешь, страшно даже подумать, что было бы. Так, в ТикТок так много украинцев жалуются на Европу и кажут, что дома краще и куды нас видят. Ну, конечно, вы приезжаете на Тароса в Европу или в Америку, чужая культура, здесь надо родиться, здесь нужно знания иметь. И, конечно же, дома лучше, потому что дома все равно у вас социальные связи были налажены, вам не надо было учить язык, и, в принципе, вы себя комфортнее чувствуете. Конечно, за рубежом это вообще фантастично. Я, например, не могу прижиться в Америке, я мечтаю тоже вернуться, хоть и есть у меня средства здесь какие-то на существование. Но у людей, которым надо еще идти работать, зарабатывать, я вообще не представляю, это ужас оказаться за рубежом. И, конечно, тебе кажется, что вот все вокруг неправильно. Нет, если бы вы здесь родились, нормально бы получили образование, шли бы работать, и нормально, спокойные страны, да, спокойные, без взрывов и пожаров. Так, громадей, какая империя, вы же попрошайки. Это о России, что ли? И Россия империя, Украина какая империя? Украина превращается в нормальную европейскую страну, в суверенную, независимую, которая должна присоединиться рано или поздно к Европе, с безвизом, что неплохо. А империя у нас дышащая жопой. Это Россия. Так, как вы считаете, Россия придет в Запорожье? Нет, наверное, Россия не придет в Запорожье, учитывая опять же километраж Запорожье за 500 километров. Там до поворота туда, на Киев, где Днепр поворачивает как раз на Запорожье, Россия идет прямо, не поворачивает на Днепр. Поэтому я думаю, что Запорожье просто тоже будет приграничным городом. Там идет по Днепру разделение от Запорожья, они дальше не пойдут, они уходят туда. Я же говорю, что есть вещи, которые, наверное, как-то они приняли решение не отдавать, ну, Европу. Вот вспомните, как Макрон говорил по поводу Одессы и Киева. Не-не-не-не, вот сюда нельзя. По Харькову так даже не говорили. А по Одессе и Киеву, ну, Харьков, естественно, не может прийти. Ну, посмотрим. Я боюсь, конечно, ошибиться, но у меня большие надежды, что не получится у Путина залезть на Харьков. Так, охрана, охрана, Гена, ты опуху, отводки завязывай. А вам легче стало, вот вы написали, опуху, отводки. Ну, мне 63 года, я уже пухну. Если вы хорошо выглядите, я вас с этим поздравляю, охрана, охрана. Балашова, Надежда, так, как блогеры относятся к призыву 18-летних пацанов? Я вообще к призыву насильному, это рабская армия. Армию надо покупать. Своих собственных граждан надо покупать. Я бы проводил призыв не таким образом. Я бы рекламировал раздачу земли солдатам. Вот ты идешь в армию, тебе говорят, вот ты контракт на два года подписываешь или на год, на два года, и ты получаешь сразу сертификат на землю. Когда ты отслужишь или погибнешь, то твои родственники имеют сертификат на землю. Вот конкретно, у государства до хрена земли, дофига собственности, которым бы оно могло организовать военную машину. Путин покупает солдат. Они много платят, и по контракту люди идут. А вот эта армия советского образца, где мы наберем пацанов, и они будут у нас бесплатно практически служить, хотя, казалось бы, платят, но платят мало. Слава героям ТСК и Долгопы, да, слава. Балашов обделался своей партией, продолжает на этой нереализуемой теме, продолжает паразитировать. А в чем обделался? Что внедрили, что ли, 5-10? Я рекламирую то, во что я верю. Вы, Олег, вы верите во что-нибудь? Рекламируйте это. Я рекламирую, я верю в 5-10. Да, она не реализуется. Да, мне кажется, низкая вероятность, что она реализуется. Но я считаю, как бы, я уверен, что это самое правильное, самое выгодное для граждан Украины. Вам оно не нравится? Ну, вам не нравится. Считаю ли я себя проигравшим? Нет. У меня есть на чем стоять и чего добиваться на годы вперед. А может меня оценят через 100 лет? Я же не знаю. А вас за что, Олег, оценят? За то, что вы... Партия есть? Есть. Ну и все понятно. Юрий, если самоопределение, большая часть областей Украины перешла бы в РФР. Большая часть областей Украины... Какая большая часть? Украинцы ненавидят сейчас россиян. Они ненавидят Путина, они ненавидят все, что связано с русским. Господи, вы даже себе не представляете там, в России, насколько вас украинцы, русскоговорящие, этнически русские, ненавидят. Вы разрушили им жизнь, ваш Путин. Вы разрушили место обитания. Я не знаю, как вы будете это восстанавливать, как вы будете раскаиваться через 20 лет. Но вы уничтожили... Единственное, что у нас еще было, даже родственные отношения. О чем вы говорите? Отделились бы. Какая область к вам перейдет? Так, на, Тарасе, Балашов хватит врать. Надо писать, где враньев. Ну, может, это и привирают. Слава героям ТЦК, другому пора, да это... Так, Балашов хватит в руку нести, понятно. Слушай, на, Тарасе, ты бот? Я думал, ты человек, а ты бот, на, Тарасе. Сразу попроси, он точно даст. Да ни у кого мы не должны просить, чтобы... Просят оружие, просят деньги, ну и нормально, нам же дают. Украине дают, а России нет. Россию вообще, я же говорю, как нашкодившая щенка, выкинули с европейского газового органа. Работайте с Китаем и живите с юанями. У меня много этих, слушай, как они называются. На, Тарасе, ты молодец, давай, разгоняй мне видео. Только длиннее комментарии, там надо семь знаков. Максим Анищенко, Атлант расправил нижние плечи вместо верхних, х-х-х. Атлант расправляет плечи Максима Анищенко. Как там у вас получается? Вы, надеюсь, успешный человек, можете нам рассказать. Мы выживаем, а не расправляем плечи. К сожалению, из-за нашего соседа, славянский мус, Путин устроил славянский мус. Может, он монголо-татар толкнул, а то, что убивает своих сограждан, это вообще-то не дошел. Так, Наталья Морская, Изольда Морская. Классно дострибалась, до угрожалась. Да, в какой-то степени дострибалась, до угрожалась, но это же не повод был стрелять ракетами по жилым домам, бомбы бросать в жилые дома. Ведь весь вопрос в том, что, ну да, может быть, и были ошибки у украинского руководства, не у одного, может быть, были ошибки у европейского, но катастроф от обид, от чего-нибудь, наставить свои граждан против соседней страны, нарушать границы дозволенного, это только кровавые карлики могут. Вот ваш кровавый карлик это устроил. Но он вам нравится, я не знаю, россияне проголосовали там 8%. Вот это хорошее, для россиян, кстати. Россияне бьют в барабаны, как бараны. И свою кожу сдадут на барабаны. А вот вам крокус, когда ваши собственные спецслужбы расстреливают вас. Для чего? Жертва. Для того, чтобы вести войну с соседями государствами. Мучает таджиков отрицает. Это Путин. Это он, как это, кровавый на крови стоит. Навального вспомните убиенного. Политиков, которых поубивали при путинском режиме. Ну, я не знаю. Какие доказательства нужны россиянам? А никаких доказательств на самом деле не надо. Хотите, думайте, что хотите. А, кстати, где весь политбомонд Украины? Тимошенко, Наема, Мураева. Все как арестовец в штатах. Ну, Мураева, по-моему, в России. Тимошенко на месте, она депутат, лидер фракции своей. Наема хорошо устроился при государстве Украина. Там, наверное, потихонечку они работают. Бомонд при такой ситуации часто разбегается. У нас, тем более, сейчас зачистка политического поля. У нас диктатура. У нас совок пришел все равно естественно. Вот интересно, как процессы одинаково проходят. Даже в такой стране, как Украина, перед лицом опасности, мы все равно повторяем путь Лукашенко, Путина, приход к управляемой демократии. То есть сегодня администрация президента выстроила управляемую демократию и парализовала все ветки власти. Это, конечно, все рухнет со временем, но пока именем войны они сразу воспользовались и осуществили свои желания. Желания царюваты. То есть у нас тоже болезнь советского периода быть генеральным секретарем всего этого или быть царем. Сейчас Зеленский де-факто временный царек. У него есть свои бояре, эффективные менеджеры. Они управляют страной плохо, но управляют. Жестоко, жестоко. Политический сыск устроили, устроили. Террор устроили к своим же гражданам, устроили. Да что там, к депутатам даже устроили террор. Именем войны. Это же не важно, каким именем. Важно, что если человек склонен к террору, а не к производительности, мы понимаем, что это период, мы ввалились в период разрушителей. Этаких Базаровых, этаких Ставрогиных по Достоевскому, этаких саморазрушающихся личностей, у которых хватательные рефлексы, спутанные вместе с самоуничтожением. Что изменится для народа, если сделать привязку гривны к евро? Для народа это спокойствие, потому что гривна будет привязана к евро и не будет этих колебаний, и к доллару тоже. А вот для государства, государство перестанет спекулировать и контролировать обменный процесс. А вообще, свободное хождение валют для Украины сейчас было бы самым лучшим. То есть тупо разрешить хождению евро и доллара и перестать пользоваться гривной. Гривна можно привязать в некоторых богатых странах, привязывается крона, там привязывается датская, по-моему, к доллару, потому что они очень богатые и могут себе это позволить. Но это скорее дань уважения к традициям. Но на самом деле евро основной валютой является. А Украина могла бы совершенно спокойно и евро и доллар у себя разрешить. И обман с валютой бы прекратился. Потому что вся проблема в том, что государство, государственные мужики, а на самом деле не государство, а чиновники, прекрасно зарабатывают на курсе. Ну, когда ты банк государственный, и у тебя есть, и ты влияешь на изменение курса, учетной ставки, ты заранее можешь взять кредит, потом отдать и заработать на этом. И этим пользуются. Все во времена Ющенко грабили банки именно таким способом, обрушая гривну. А на самом деле это воровство у населения денег. Когда мы посмотрим курс гривны стартовый, 1,2 был, привязка к евро, доллару, 1,2, то сейчас у нас уже 37. Ну, представляете, в каком режиме мы живем. Ну, я, правда, помню другой режим, но когда есть свобода, оно работает все равно. С купонами в день 10-20% в день обесценивалось. Ну, кто быстро бежал, успевал. Так, Максимович, тут не могу не отметить, балашов под дел меня, похвастать достижением. Ну, хотя мог, мой выбор. Ну, я же и говорю, что мы иногда кого-то оскорбляем, особенно, когда без проблем для нас, или пишем какую-то гадость. На самом деле, мы пишем гадость как бы себе. Ну, то есть, у нас обиды, у нас, не знаю, а тут кто-то выступает, что-то вещает, да давай ему гадость напишу. У него не такой лоб там, или попух. Ну, временное облегчение. Оскорбление другого человека, это временное облегчение. Оно вам ничего не дает. Лучше вопрос задать, может, на него ответить. Важный. Мальчик, только что смотрел ваше видео, что вышло 3 дня назад. Как мысль у вас гнает светлые здравы. Спасибо. Михаил Марченко, Вера Криво-Чекова. Криво-Чекова. А вот Чернобыль, Ауклус. А при чем, Чернобыль? Чернобыль. Да, Чернобыль, это техногенная катастрофа, которая произошла в Советском Союзе из-за безграмотности руководства. Фильмы Чернобыль же вы видели. Это очень хороший фильм. Рекомендую посмотреть. Для меня так многое открылось. Как бы я жил в тот период, когда взорвался Чернобыль, мне зубы тогда вставляли по студенческой путевке бесплатно. Рандулевые под золото. И я сидел, врачи обсуждали, как влияет радиация. А потом я когда посмотрел вот этот Чернобыль, там совещание у Горбачева они показали. И когда физик докладывает, и Горбачев такой сидит, говорит, а как это норвежцы узнали, что у нас взорвался реактор? Они даже не понимали, как распространяется радиация, с какой скоростью, что со скоростью почти близкой к скорости света летит эта частица. И мне там много объяснений, когда давал этот ученый. Он говорит, а ты можешь мне объяснить, как тупою, что такое вот эта частица и как она нас разрушает? Он говорит, ну так она летит с такой скоростью, что если бы у нее было... Масса ее увеличивается в 460 раз. И вот это бьет по вашему, условно, организму и разрушает ДНК. разрушает на молекулярном уровне. И он говорит, и что мы сейчас разрушаемся? Он говорит, да, вот мы сейчас здесь стоим и разрушаемся. Мы фактически смертники. Ну, вот это вот трагедию этих ученых, которые вынуждены были там работать, трагедию людей, которые под Чернобылем, под реактором погибли. Вообще, эту страшную трагедию, и Чернобыль сейчас напоминание, что такое атомное оружие в том числе. И когда ненормальный окурок начинает кричать вместе с Медведевым о ядерном ударе, то вы задумайтесь, какой маньяк управляет Россией сейчас. Это россиянам. Ольга Казанкова. Недавно смотрела про Литвиненко-Политковскую. Они расистам все говорили, но их не слышали. Много видео смотрела про Чечню, про Хутлера. Ничего не поменялось. А мир молчал и молчал. Да, и это, кстати, урок и нам. Сейчас же тоже все молчат в Украине. У нас иноагентами объявляют, у нас людей, которые переживают за Украину, говорят, начинают списки составлять на них, уклонистами людей, политиков не выпускают, депутатов не выпускают. И мы тоже пропускаем момент, когда это станет необратимым. Когда наш Зеленский, вторя Путину, потому что в какой-то степени Зеленский повторяет путь Путина и от страха может начать сильно закручивать гайки и убивать политических оппонентов. Потому что на сегодняшний день они их только сажают. Они заводят кучу уголовных дел, запрещают выездить. Но следующим этапом у Путина тоже так было. А потом он начнет в том числе и ложные террористические акты делать на своих гражданах. В том числе подставлять граждан. То есть опираться на силовиков. Вот когда Путин, ведь он опирается исключительно на силовиков. То есть силовое воздействие на любое инакомыслие вот это его конек. И Зеленский выбрал этот же путь. И да, ничего не учит. Не учит даже политическую элиту, потому что часть политической элиты буквально легла под Зеленского. Даже его, казалось бы, крайние политические противники сейчас ушли под Зеленского. То же самое у ПЗЖ. Было Медведчуковским, сейчас она под Зеленским голосует, как они. Причем они голосуют иногда, принимают законы и даже не понимают, что это против себя законы. Что вас завтра по этим же законам посадят в тюрьму. Так, послушаю, чего ты несешь, Валентина. Что слышу, что я несу. Каждый свое слышит, Валентина. Франкенштейн, Фантамасови, Геннадий, после окончания войны, где здесь система экономики будет, как до войны, не станет ли еще хуже в плане развития и заработков. Я не рассматриваю, что украинское правительство или украинский президент сможет что-то экономическое сделать. Я рассматриваю вопрос, что будет на территорию Украины входить Европейский Союз. А это значит, будут входить вначале экономические спекулянты финансов, потом будут входить корпорации. Корпорации для себя расчистят законодательное поле, почему у нас сформирована в принципе уже контроль государства через САП, НАБУ, и они получили полную самостоятельность ведения уголовных дел против чиновников. Они сегодня могут уголовное дело даже на президента завести, там ничего не остановит. А это отдельный орган, он не подчиняется уже генеральной прокуратуре. Раз, сформировано. Второе, они суды пытаются, сопротивление колоссальное, пытаются суды поставить под контроль через эти ВАКСы, МАКСы, ШМАКСы, которые мне нас создавали. Потому что корпоративный бизнес должен войти. Дальше они будут ждать выборов. На выборах они постараются поддержать того, кто будет запускать корпорации и усиливать защиту прав собственности. А когда зайдут корпорации, мы будем жить по правилам корпорации. Малому бизнесу места там особо не останется. Но в Украине будет денег больше в разы. По большому счету мы можем наблюдать, они же входили и в Болгарию, и в Польшу. И даже при Советском Союзе, когда Польша начала самостоятельной быть, Советский Союз говорил и нам внушали это. Ну все, шоковая терапия, они там голодные ходят, у них нет света. Да, это было. Но посадите сейчас на Польшу. Польша нам помогает. У Польши 25 тысяч долларов на душу населения. Польша член Евросоюза, Шангена и даже особый союзник Соединенных Штатах Америки. Вот наш путь. Он не будет быстрым. Он не будет за один день, это невозможно. Это будут, пройдут годы. Я думаю, что Украина чем быстрее будет двигаться по поводу прав собственности и законодательства европейского уровня, чем больше в течение пяти лет, если нормально все это проведется, то у нас есть очень хороший скачок начиная с 30-го года. Экономический. Это к тому времени, вот этот период стабилизации пройдет, и к тому времени американцы запустят маховик дешевых денег. Вот будет ли к тому времени Украина готова принять огромный пласт дешевых денег. Я надеюсь, да. В таком случае я так рассматриваю будущее Украины, что нас не отпустят. В нас столько вложили, столько вкачали, мы настолько выгодные Европе с белым населением, что нас не отпустят. Ни территорию не отпустят, вот от Киева 500 километров это уже не отдадут. И потом они еще и на то будут целиться со временем. А пока нас не отпустят. Потому что мы не можем отдать долги без того, чтобы заработала экономика. И своими традиционными методами европейской бюрократии, европейскими финансами. Потому что вот эти большие финансы, я не говорю сейчас о десятках миллионов, там речь будет идти о миллиардах, а то и триллионах, которые надо будет закачать, чтобы мы отдали деньги, которые мы сейчас должны. Поэтому то, что даже нас загоняют сейчас долги Европе и Америке, это неплохо. Для народа неплохо. Потому что загоняется в долги не страна, а государственная пара. Государство. И завтра если пыхнет что-то Зеленский по поводу диктатуры и непроведения выборов, они говорят, а мы тебе два миллиарда и не дадим в этом месяце. И мы посмотрим, как ты выплатишь зарплаты своим чиновникам. А потом они будут давать очень простые указания. Сколько сократить, какое министерство закрыть, что выставить на приватизацию, какой должен быть курс доллара и так далее. Это все будет давление европейских финансовых институтов и американских на украинское правительство. А вот этого двоежопия, как было у Кучмы, у Ющенко, у Януковича и даже частично у Порошенко, когда можно было и с Россией, все, лавка закрылась. Россия отделяется стеной ледяного молчания, ледяного омерта, ледяной вот это вот между разделительной линией в 50 километров границы. Я думаю, что все. Там уже денег не возьмешь и не продашь туда ничего, граница на ухо закрывается и придется работать только силу. У Украины уже нет другого пути. Но у меня есть, конечно, еще надежда, может все-таки Европа согласится дать нам карт-бланш на финансовый рай. В любом виде. Не надо обязательно 5-10. Самое главное для нас это коррупционная составляющая это отменить НДС. Замена НДС на 5% невозвратного налога с покупок это вы себе представляете какой взлет для народа, для людей, какое облегчение для предпринимателей, какое количество чиновников налоговико можно будет уволить и закрыть лавочку с поборами на НДС. В том числе и на таможню. Потому что НДС влияет и на таможенные пошли. Я людям говорил всегда, вы представляете как может работать экономика, как можно просить инвестиции, когда у вас ввоз оборудования 34% на таможню. Надо заплатить. Кто сюда потащит оборудование? В чем вы говорите? Так, Дима Демченко, не переживайте за будущее своих детей, они будут лазить по свалкам как Геннадий в детстве. Нет, наши дети не будут лазить по свалкам. И ваши, наверное, не будут лазить. Не надо эти пророческие. Все равно даже война, конфликты, плохие президенты, коррупционная машина, Нина Сбериха. Но когда я сравниваю простую вещь холодильник обычного человека тогда и сейчас, когда я сравниваю простые вещи, достаток тогда и сейчас, и я понимаю, что сейчас трудно, невыносимо, но это не Советский Союз. Советский Союз, вот это был кошмар. и мы по свалкам лазили, потому что у нас было много свободы, а Советский Союз спаивал население и де-факто уничтожал своих собственных молодых людей, не давая им просвета. А сейчас все-таки у Украины есть этот безвиз, и есть выбор. Можно ехать вот кто-то в Польшу, кто-то в Чехию, кто-то еще куда. Правда, сейчас закрыто, но откроется. Вот о чем должен думать Зеленский. Вот когда откроется, много людей останется? Или на всякий случай переедут границы? В каких странах есть свободное охраждение разных валют? В разных странах есть. Есть даже страны, в которых оплата за телефон является валютой. Разные страны часто переходили на доллар в силу того, что они уже уставали от инфляционных процессов со своей валютой. Это вынужденная мера с одной стороны, а с другой стороны, если вы подумаете, как вот обычно, насколько она выгодна? Вам не надо содержать собственную бюрократическую машину национального банка, а вам не надо вот эти собственные переводить из валюты в валюту, и само разрешение, вот ты приходишь в магазин, да любой валюты расплати, хоть криптой, хоть долларов, хоть чем угодно, что не играет никакой роли, особенно, когда действует налог с покупок. Ты покупаешь любой валютой, и тут же в кассу государства уходит 5% в покупку. Все. Почему не разрешить? Я всегда этот сакральный вопрос говорит, нельзя, надувается чиновник, нельзя обожравшийся чиновник на Мерседесе, который купил только этот себе крузак, потому что наменял, знал какой курс. Я брал у одного заместителя Ющенко, национального банка, банкира, он сидит, я говорю, он говорит, я бизнесмен, я такой финансист, я все такое, я говорю, а как вы зарабатываете? Ну, он говорит, я же глава, этот самый, замглавы национального банка, я знаю, когда курс скачет, надо просто взять кредит в облину, вот чем они занимаются, бизнесмены. Так, Анищенко, не могу не ответить, Атланты занимаются гимнастикой своих плеч, хоть верхних, хоть ниже, привели только к одному материку, мусора в океане и воинам, но руина на Украине упорно массируется своими. Ну, такое, у вас набор слов, я думаю, в этом проблема. Конечно, капитализм приносит какие-то неудобства кому-то, конечно, но только благодаря капитализму, благодаря излишнему производству, по большому счету планета чистая. Вы даже можете поехать в бедную страну увидеть грязь, в воюющую страну, где грязи достают, хоть в Россию, хоть в Украину, хоть в Беларуси, найдете кучу, и в богатую страну. Ну, в районе Бельгии, там, Рим, ну, и совершенно другую картину. Так, что делать с недвижимостью в пристроенных городках? Спасибо за ответ. Продавать. А вот теперь продавать сколько бы ни стоило. И чем бы раньше вытащите, по большому счету, когда идет такой кризис, вы должны ориентироваться на короткий период и потом учитывать вот это, что будет период стабилизации и по большому счету денег дешевых не будет. То есть я не ожидаю в ближайшие там годы роста цен на недвижимость. Я недвижимостью занимаюсь, поэтому я не ожидаю этого. Поэтому сейчас исходишь из того, что, ну, не хватает денег продать. Вот. И желательно перевложи их в ту территорию, которая потенциально будет расти. А потенциально, я опять напоминаю, дешевая, особенно в ближайшие годы, киевская недвижимость окраина будет расти. Потому что огромный наплыв людей даст рост аренды. А рост аренды даст возможность вести бизнес, то есть покупать и сдавать в аренду. и поэтому сейчас ориентация может быть на дешевую недвижимость в Киеве, под Киевом. Так, Александр Бабин, какие тут интересные люди сидят, это же ужас, нельзя свою валюту отменять, это запрещено, вам потом с социалкой ничего не сделаете. Да, Александр Бабихин, есть такое, люди до сих пор верят в патриотические деньги. Это удивительное свойство людей верить в патриотические деньги. Достаньте гривну из кармана у кого она есть и посмотрите, что там изображено. На какой-то, я не помню, 50, по-моему, долларов, слепой бандурист с мальчиком-поводырем. Это наша гривна. В Беларуси зайчики рисуют на деньгах. В России я не помню, что там они рисуют. Рогина, я смотрю вас с момента написания вами книги «Большой вам привет из Казахстана и увея живущего и занимающего бизнесом в Казахстане». Как ваше мнение насчет будущего Казахстана? Мне кажется, хорошее будущее у Казахстана в силу того, что он попал под инвестиции Китая. У Казахстана хорошие залежи. И Казахстан де-факто уже и раньше он вел международное право на хозяйственные суды. Поэтому корпоративный бизнес там уже развивается. Я думаю, что перспективы у Казахстана весьма хорошие. Во всяком случае, то, что я читал и слышал в этом плане, и мы видим сейчас политику Казахстана, у них сейчас, мне кажется, очень умный президент, дипломатически настроен на Китай. Он, по-моему, китай-овед или дипломатом был в Китае. И он очень тонко ведет разговор с Путиным. Он как бы с ним соглашается, он как бы кивает головой, но делает свое дело. И в какой-то степени, мне кажется, в Казахстане влияние России будет ослабевать. Юрий Седин, Гена, вы служили в ВДВ в Конотопию. Да, в Конотопию ОДШБ там были прыжки с парашютами. Может, вы со мной были в одной части? Забыл я. 44 573 596 какая-то такая. Дима Денисенко, плотность населения растет там, куда снаряды не долетают. Там, где идет торговля, пушки молчат. И на этой благостной ноте мы закончим наш эфир. Чтобы у нас замолчали пушки и пошла торговля. Зарабатываем с собой.